Доброго времени суток, дамы и господа. Вот уже остались считанные часы до старта обновления 10.1.5. Само собой, к нему немножечко нужно подготовиться. Как технически, чтобы не было какой-либо головной боли, так и в игре нужно немножечко подготовиться. Помним о том, что будет, конечно же, техобслуживание, и, несмотря на то, что техобслуживание долго, оно, конечно же, кончится раньше. Компания Blizzard просто-напросто перестраховывается. Ну, после такого вступления, я думаю, можно и по пунктам расписать абсолютно всю подготовку. Первый пункт, что я советую вам сделать до старта обновления 10.1.5, до того, к миру идут на техобслуживание, это заархивировать свои аддоны, свои папки, интерфейс и VTF. В папке интерфейс у нас находятся все наши аддоны. В папке VTF находятся настройки наших аддонов, которые привязаны к реалмам и персонажам. И, конечно же, обновлять аддоны в тот момент, когда только-только станет обновление, такая себе идея. Лучше сделать это ближе к вечеру. Второй пункт. Мы прекрасно знаем о том, что вещицы, которые изначально 441 и 444 будут иметь новый ранг улучшения под названием Эпоха. Их можно будет улучшать до 447. Поэтому, если у вас есть такие предметы, то они будут требовать для улучшения драконьей камни. Возможно, много драконьих камней потребуется, возможно, мало драконьих камней потребуется. Все в зависимости от вашего шматья. А то вдруг вы уже одеты в 448 максимальный гир. Но все же драконьих камней, тыщенку, полторы формануть. Это очень хорошая идея с целью того, чтобы просто-напросто сразу же проапать вещицы и заиметь гир повыше, придя там вечером в рейд сразу стартануть в хорошем этом левеле. Третий пункт. Прикрепить батлнет и твич. К выходу обновления компания Blizzard расщедрилась и вновь делать твич-дропсы. Поэтому, почему бы просто-напросто не прикрепить твичовскую учетку к батлнетовской, посмотреть, допустим, мой стрим 4 часика и не подлутать игрушку под названием «Корзинка для пикника». Я думаю, эта идея довольно-таки хорошая. И прикрепить заранее, проверить, прикреплены ли учетные записи, это довольно-таки хорошая идея. Займет это буквально пару-тройку минут, а сэкономит в будущем, в прогрессе уйму времени. Быть может, у вас какая-то ошибка, быть может, вы не можете прикрепить на сегодняшний день твичовскую учетку к батлнету и вам там придется ждать какое-то время. То есть, чтобы просто-напросто мимо вас «Корзинка для пикника» не прошла, гляньте на текущий момент, прикреплены ли учетки или нет. Само собой, ссылки на прикрепление будут в описании к видосику. Четвертый пункт. Изучить изменения классов. У кого-то изменения огромные, у кого-то изменения маленькие. Например, Блад ДК просто там чуть-чуть увеличен урон. Анхоли ДК, ХП основного ворда лака теперь не 50% от здоровья ДК, а 85%. И то, что Лик Смерти во время перерождения исцеляет на 75% больше. Вау, какие огромные изменения! То есть, билд условно таланты, да, никак не пошатнутся. А у многих классов там настолько огромные изменения, что, быть может, изменится таланты, что-то реально изменится в билде. Изучите это как-то заранее, там, гляньте, ПТРные сборки какие-либо, логи, которые будут выгружены в среду вечером. Возможно, что-то вам придется поменять. Просто-напросто, если вы рейдите на выходных, чтобы к выходным вы были готовы. Правильно? Я думаю, подготовиться реально нужно. И сделать билд правильный, само собой, тоже нужно. Ну и пятый пункт завершающий. Само собой, нужно знать, что нас ждет в целом в обновлении 10.95. Уйма разных изменений, в Open World события, мега данж, изменения по этому левелу. Основные мысли я уже рассказал в видосике ранее. Ссылка на него аналогично будет в описании. Как говорится, ознакомлен, значит вооружен. Так говорят. По-моему, так. На этом все. Если у вас есть какие-то пункты по подготовке, как вы, например, подготавливаетесь к обновлению 10.5, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. До скорого.